Девушки отдыхают Слушайте моего совета, не пожалеете А ее родители не будут против? У нее нет родителей, она настоящая оборванец Простите Я хотел сказать, что она сирота Ее мать умерла здесь, в монастыре, сразу после того, как произвела ее на свет Бедняжке приходится искать работу, потому что в монастыре ей больше оставаться нельзя Скоро ей исполнится 18 Ну что ты наделала, Чулита? У нас же товарищеская встреча Да не трогала я его Что уставилось? У меня что, уши не оттуда растут? Фильм Рауля Ликоуны В главных ролях Наталья Аррера И Факунда Арана Дикий ангел Автор сценария Энрике Торрес В фильме снимались Фернандо Мистраль Вероника Виера Лидия Ламальсон Виктория Анетта Норберто Диас Энрике Торрес И Дюйя Субтитры сделал DimaTorzok Режиссер Эрнан Абраамсон Ты куда-то собрался? Уходишь? Нет, собираюсь лечь спать. Тебе нравится моя новая пижама? Ты же только что пришел. Я думала, мы... Зря, милая, зря. Вчера ты не ужинал дома, и позавчера тоже. Мне нужно с тобой поговорить. Луиса, оставь меня в покое. Зачем мне сидеть дома? Чтобы ужинать с минеральной водой? Предлагаешь мне все время спрашивать себя, зачем я женился на алкоголичке, да? Луиса, если ты сделаешь это хоть еще один раз, я отрежу тебе руку. Папа, мне нужно... Какой я тебе, папа? Оставь меня в покое. Так, так, так. Что с моей любимой мамочкой? Понимаю. Опять поругались с папой. Да? И вот твой отец. Ну что такое, мам? Мама! Синьор, ваша мать хочет вас видеть. Ну так пусть спускается сюда. Вы же прекрасно знаете, что синьор Ангелика не выходит из своей спальни. И знаете почему. Как вы мне все надоели. Твоя сестра сама ушла. Я ее не выгонял. Вбей это себе в голову. Не выгоняли? Нет, иди. Слушаю, синьор. Добрый день, синьорита Виктория. Папа, если ты собираешься куда-то ехать, возьми мамину машину. Мы с Морганом поедем на твоей. Новый поклонник? Новый шофер. Кажется, его звали Рокки. Мне нравится имя Морган. По крайней мере, это не так вульгарно, как Рокки. Согласен? Пока. Пока. Виктория? Да. Бобби еще не приходил? Тогда меня бы здесь не было. Ты же знаешь, я его не переношу. Что с тобой? Я не выношу этого зануду. Ты знаешь. Всем привет. Привет, Бобби. Привет, Вики. Хороший сегодня день. Правда? Профладно. Но не холодно. Абсолютно не холодно. Даже совсем тепло. Слушай прогноз погоды без меня. И передай своему другу, что я не выношу, когда меня называют Вики. Меня зовут Виктория. Садись. Кажется, Вики в плохом настроении. Будешь называть ее Вики, она разобьет от твою голову вазу. Ну, так какие планы на сегодняшний вечер? Ну, держись. Сейчас ты упадешь со стула. До этого я и боюсь. Слушаю. Как дела, Рамон? Привет. Цветок для моей розы. Спасибо, Рамон. Какой ты, как бы это сказать, поэт. Вот ты кто. Поэзия так из тебя и лезет. Что у нас на ужин? Попробуешь моего супа? А что ты в него положила? Все самое лучшее. Ты же знаешь, я отлично готовлю. Морган? Да, моя прелесть. Что? То есть, да, а сеньорита, простите. В чем дело? Простите, сеньорита. Кажется, я вас не расслышала. Вы назвали Рокки Морганом. Если я так сказала, значит, его теперь зовут Морган. А в чем проблема? В чем? Не в чем. Вот видите? Как в том фильме. Помню, у прекрасной дамы был шофер, которого звали Морганом. Что за красавец? Настоящий джентльмен. Разумеется, ничего общего с тобой. Жду тебя на улице, Морган. А теперь спать. Спать. Не забудьте утренние молитвы ровно в семь. Но завтра же воскресенье. Неужели нельзя помолиться в одиннадцать? Я сказала в семь. Слышала, Глория? В семь. Так что хватит крутиться. Простите ее, мать-настоятельница. Она такая упрямая. Все, хватит. Пора спать. До завтра, мать-настоятельница. До завтра. До завтра, дочери мои. Мои кеды? Куда они подевались? Ты не видела? Глория? Ты что? Собираешься идти в таком виде? Да. А что особенного? Я приготовила для тебя такой наряд. Упадешь, когда увидишь. Неплохое местечко. Нравится? Вот увидишь, тебе понравится. А где девочки, о которых ты говорил? Там. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, больше не могу. У меня так не получится. Я же не миксер. Пойду посижу. Прости, прости, прости. Ну и причесочку у тебя. Надо же. Уйдем, если тебе не нравится. Нет. Побудем еще. Побудем еще. Побудем еще. Побудем еще. Побудем еще. Подавать десерт. Для этого я сюда и пришел. Я имела в виду клубнику со спицами. Патон, ты сводишь меня с ума. Федерико, не надо. Ты не так меня понял. Не так. Ты пригласила меня на ужин. И вот теперь... Теперь... Тебе пора идти. Когда мы в офисе, ты относишься ко мне как... Как секретарь должна относиться к начальнику. Не надо. Ты сводишь меня с ума. Спасибо. Спасибо. Ты мне нравишься. Но я не хочу стать... Еще одной... Ты моя единственная. Я не привыкла ко вторым ролям. Ну что ты говоришь? Хватит, Федерико. Сядь. Сядь. Приготовить тебе кофе. Подчиняюсь. Давай разобьем пару. Давай. Привет. Знаешь, ты очень симпатичная. А ты знаешь, что ты придурок? Ну как? Ты слышал? Что она о себе возомнила? Вам что-нибудь нужно? До завтра. Как ты сегодня красива. Ты ее не видишь? Нет. Ни ее, ни подруги. Ну ладно, пойдем. Все равно она на тебя ноль внимания. Строит из себя недотрогу. Как бы потом не пожалела об этом. Подумаешь. Как эта истеричка. Захотела посмеяться надо мной. Слушай, помоги мне ее найти. Уже помог. Где она? Там. В зале? Нет. Нет. Смотри туда. На сцену. Пойдем. Возьмем пиво. Два пива, пожалуйста. Спасибо. Лакомый кусочек-то. Я бы не сказал. Пойдем со мной, милая. Что? Я покажу тебе, как нужно целоваться. Да иди ты отсюда. Придержи язык, а то получишь. Вот как. Смотрите, ребята. Тоже мне мачо нашелся. Убери руки. Простите, простите. Я срочно должен поговорить с этим сеньором. Поговорите с ними. Дверь не заперта. Если не будет приказаний, я иду спать. Я велела тебе передать моему сыну, что мне нужно с ним поговорить. Я передал, но сеньор Федерико был очень занят и попросил вам сказать, что... Ложь. Все, что он просил мне передать, ложь. Может, это и не он. А ты сам все придумал. Сеньора. Все в порядке, Бернардо. Я знаю своего сына. Что с ним? Почему он утратил былые мечты и иллюзии? Мы должны найти отличного сыщика. У вас было 15 сыщиков, а результата никакого. Прошло 18 лет. Не могли же они испариться. Твоя сестра и мой внук. Не мучайте себя. Ваш покойный муж считал, что поступает правильно. Ты его простил? Да. Но не моего сына. Вам пора спать. Спокойной ночи. Тише, тише, не шуми. Как я повеселилась. А еще не хотела идти. Видишь, как здорово все вышло. Я же тебе говорила. Тише, тише. А мы бегали, чтобы растрясти ужин. Да. Не верите? Милагрос, твое время закончилось. На этой неделе тебе придется покинуть монастырь. Не думал, что на этой неделе подождите. Ухаждаю. Пришла с любовью. Пришла, фавор. Пришла. Поехали. Пришла с т 젊опа. Ты что, сумасшедшая? Если тебя кто-нибудь увидит, вдруг мать войдет. Она на кухне. Ну что, поговорил ты со своим родственником о работе? О какой работе? Моей. Я не собираюсь носить униформу всю свою жизнь. Почему бы и нет? Она тебе очень к лицу. Ты знаешь, иди лучше на кухню. А вечером, когда все уснут, приходи в мою комнату. И я тебе расскажу, что думаю насчет твоей работы. Иди. Отлично, котенок. До вечера. Пока. Привет, дядя. Я еще не читал газет. А что такое? Ну, как вчера сыграла Риверплейт. Они играют сегодня. Вчера играла другая команда. Привет, папа. Ты не спал дома? Тебя это не касается. Я не обязан перед тобой отчитываться. Не стоит так говорить со своим сыном. Ты прав. Последуй твоему совету. Ты отличный учитель. Убил собственную жену и приковал сына к инвалидному креслу. Специалист. Федерико. Почему ты так жесток? Скажи своему брату, пусть перестанет ко мне придираться. Ты должен бегать, как молния. Видишь мяч. И бьешь. Обрабатываешь его и бьешь. Все? Ясно? Падро, я тоже хочу играть. Нет, Чалита. Ну, пожалуйста, как это нет? Нет. Ну, разрешите, Падро, чуть-чуточку. Я тебе сказал, это первенство среди мужских команд, а не женских. Ну, разрешите хоть на скамейке посидеть. Ну, тише, тише, сделай милость, оставь меня в покое. Иди лучше торгуй лимонадом. Нам нужны деньги на новые кеды. Старые совсем обносились. Иди, торгуй. Ну, ладно. Лимонад. Холодный лимонад. Хочешь водички? У меня денег нет. Лимонад. Холодный лимонад. Кому водички? Где ты сегодня ночевал? А ты все знаешь, хотя живешь в четырех стенах. Бедный сын. Я тебя предупреждала. Ты послушал своего отца, и твоя жизнь пошла прахом. Я ненавижу, когда ты говоришь, я тебя предупреждала. Так и было. Ты даже не подумал о Росарио. Где она сейчас с вашим ребенком? Хоть бы ты себе язык прикусила. Идем, Бобби. Мне надоело. Ну, подожди. Я обещал двоюродному брату посмотреть, как он играет. Я пить хочу. Ну, пойди, купи лимонаду. Дай мне одну, малый. Да. Сколько? Одну песо. Держи, дружок, Карлитес. Какая тебе Карлитес? Холодная вода. Покупайте лимонад. Я все видел, Челита. Зачем ты так поступила с тем парнем? С тем индюком? Да. То есть, нет. Вы плохо себя чувствуете, падре? Я говорю о том парне. О ней индюке, как ты его назвала. Говорил тебе тысячу раз. Что у меня не род, а клаака. Именно поэтому я его назвала индюком, а не придуркой. Мелагрос. Вы никогда не называли меня Мелагрос. Простите. Мне пора зарабатывать деньги ребятам на кеды. Вода, холодный лимонад. Простите, падре. Это что, девчонка? Не просто девчонка. Это Челита. Челита? Ну, хватит издеваться. Думаешь, я не вижу? Говорю же я тебе, невирующий. Это девчонка. Если тот парень девчонка, то я тренер национальной сборной. Представь себе девчонка. Какая она смешная. Кто? Карлитос. Кто? Чолито. Я не понял, что ты сказал? Я сказал, как бы нам найти тех девчонок, которых мы вчера видели в дискотеке. Ту, в красной юбке, которая пела, и ее подругу. А зачем тебе ее подруга? Для тебя. Нет, забудь об этом. Она даже на меня не посмотрела. Я не такой, как ты. Нет. Ты думаешь, ты не сможешь подцепить девчонку? Только не ту, которая мне нужна. Можно? Так не годится, сеньор. Вы даже не притронулись к ужину. С голода я не умру. Ай-яй-яй. Сегодня воскресенье. В этот день вы обычно ходили в церковь. Это было 18 лет назад. Наверное, я в чем-то провинилась, раз Господь так меня наказал. Я столько молилась за Росарио, бедняжка. И за ее ребенка. Что с ними случилось? Вот почему 18 лет я не выходила из этой комнаты. Многие считают меня сумасшедшей. Ну, что вы. А что им еще думать о женщине, которая ходит по улице и ищет на шее у прохожих знакомый медальон? Это святая дева Солидат. Я о ней не слышала. Кто тебе его дал? Мама. У тебя же нет мамы. Нет. Но была. Мама у всех есть. Но моя... Моя... давно умерла. Ну, еще немного. Немного. Еще чуть-чуть. Какая прекрасная девочка. Это Божий дар, правда? Давай назовем ее Милагрос. Чудо. Мама. 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 Так меня... и назвали Милагрос. Почему? Потому что... Потому что... Мама очень болела. Ее нашли на улице. Ей было очень плохо. Но она все вынесла, пока не родилась я. Откуда она пришла, не знаешь? Это неизвестно. Мама не сказала ни слова. Пока она меня носила, она ни с кем не разговаривала. Никому не удалось ничего узнать. Мать настоятельницы считает, что она умерла от любви. или печали. Или печали. Она умерла. Наверное, ее очень обидели. И я не могу ничего сделать. Я не знаю ее имени, но... Но уверена, что мой отец был подлецом. Уверена. Ты поверь, в один прекрасный день я найду его. Не знаю как, но это моя цель. И тогда я отомщу. Господь подарит мне такую возможность. Она сейчас придет. Кстати, у нее хороший аппетит. Как и у всех молодых людей. Вы понимаете меня, да? Это не проблема. Она ни в чем не будет нуждаться. Только одно условие. Я не люблю люнивых. Или вульгарных служанок. Надеюсь, у этой девушки хорошие манеры? Ну, скажем... Войди, милая. Подойди, дорогая. Хочу тебя познакомить с сеньорой Беретто Увенья. Беретто как-как? Можешь называть меня сеньорой. Эта сеньора хочет взять тебя в свой дом служить. Беретто как служанкой. Но я живу здесь. Милагрос. Ты же знаешь, мы не можем тебе позволить оставаться в монастыре. Какая работа? Домашняя. Твои родители не будут против? Я оборванка. Простите, мать настоятельницы. Лучше я обращусь в другое место. Но, сеньора... Эта девушка слишком груба. Ты сирота, Милагрос. Сирота. Да какая разница? Можно начать совещание совета директоров. Отправь свою сестру в другую комнату и предложи ей выпить. Федерико. До каких пор ты будешь меня оскорблять? До каких пор? Я спрашиваю. Не знаю. Тебе виднее. Это ты знаешь, когда нужно сказать «хватит». Сказать и выполнить обещание. Я сейчас вернусь. Скажи, твоя мать продлила тебе доверенность? Да. Вы со своей сестрой имеете 45%. 40% у меня плюс 15% моей матери. Как видишь, вы в меньшинстве. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Андреа. Хорошо. Соедини меня с матерью. Привет, Андреа. Привет. Совещание началось? Твой отец говорит по телефону. Совещание сейчас начнется. А пока могу предложить тебе кофе. Спасибо за кофе, но мне пора. Твой отец будет очень сердиться. Я знаю. Она отозвала доверенность? Ты больше не являешься ее представителем? Нет. Она спятила свихнулась. Вне себя. Да, вот именно. Она больна. Но я... Дерико, не начинай, пожалуйста, все сначала. Твоя мать в прекрасном здравии. Она еще всех нас похоронит. Но руля никому не отдаст. Не могу только одного понять. Если она не продлила доверенность, то кто будет ее представителем? Я. Вот доверенность, которую бабушка выписала на мое имя. Как видишь, папа, все законно. Итак, начнем совещание? Да, пожалуйста, начнем. А то я записалась к косметологу. Зачем? Ему нужен бармен. Папа. Хорошо, перейдем к первому вопросу. Речь идет о строительстве нового торгового центра. Участок выгодно расположен рядом с автострадой. Лучше не придумаешь. Все идеально. Я уверен. Участок принадлежит муниципалитету. Там у них все схвачено. С нашей стороны нам нечего предложить для того, чтобы получить этот заказ. Нет. Я еще не закончил. Если ты действительно заинтересован в этом участке, я знаю, как обделать это дельце. Нет, это пустая трата времени. Какой следующий вопрос? Подожди, ты что, не видишь? У него есть предложение. Если ты действительно заинтересован в участке, то можешь считать его своим. Я знаю, как все сделать. Уверяю тебя. Я не желаю больше тратить время. Голосуем. Послушай, сопляк, ты думаешь, это игрушки? Пожалуйста, давай обсудим вопрос о торговом центре. Участок прекрасно расположен. У меня есть все шансы получить его. Уверяю тебя. Так получи. Видишь? Эти святые идут на расхват. Сан Каэтана – покровитель рабочих людей. Теперь, когда такая безработица, любой готов купить открытку с его изображением. А вот святая дева Луханская, на ней тоже можно заработать, но не так много. Вот увидишь. Я сделаю из себя торгового агента. Может, мы и в самом деле откроем свою печатную фабрику. А что мне делать? Встать на углу и кричать. Сеньоры, сеньоры, открытки, открытки, покупайте. Десять центов за штуку. Считай, тебе повезло, что я твоя подруга. Смотри, как я буду это делать. Стой и смотри. И учись. Все очень просто. Усекла? Да не только сопляк, но и мерзавец. К тому же предатель. Когда я тебя предал? Когда? Ты еще спрашиваешь? Ради доверенности ты запудрил мозги моей матери. Забил ей голову черти чем. Просто я умнее тебя, папа. Знаешь, кто ты? Ты мерзавец. И во всем виновата твоя мать. Алкоголичка. Ну, разумеется, что бы я ни сделал, во всем виновата мама, потому что она всегда была со мной рядом, она всегда меня поддерживала, а ты? Почему ты меня ненавидишь? Что я тебе сделал? Что? Говори. Лучше бы ты не родился. Поздравляю. Ты сыну добился. Он раздавлен. Ты молодец. Дай сюда ключ. Теперь можешь идти. С вашего разрешения. Почему эта дверь закрыта, Бернардо? Кто там живет? Лина, Лина. Помни совет, который я тебе дал, когда взял тебя на работу. В этом доме любопытство синоним увольнения. Так что не задавай вопросов. Не надо шпионить, Лина. Синьора, открыточку. Это ты, Карлитес? Что с тобой? Ты спятила? Жаль оставлять картину в таком виде. Доведи ее до конца. Не могу. Тогда выбрось. Хватит, отец. Нет, не хватит. Жизнь проходит. Пока ты сидишь в этой комнате, очнись, Пабло. Я сижу, потому что я прикован к этому креслу. Забыл? Это был несчастный случай. Потому что ты был пьян. Я же просил тебя дать мне руль. Но нет. Ты же само совершенство. У тебя нет недостатков. Ты бог. Ты хочешь, чтобы все было по-твоему. Прекрасно. Ты добился своего. Убил маму и мою невесту. Это был не несчастный случай. Все бесполезно. Я пытаюсь восстановить наши отношения, но бесполезно. Ты убил их. Милли, почему бежишь, как сумасшедший? Ты что, не видела, как тот парень кричал на меня? Я разбила дверь его машины. А зачем? Зачем? Не знаю, захотела. Думаешь, он нас догонит? Только не нас, а тебя. Тебя догонит. Хватит нюхать, а то весь запах кончится. Не издевайся, видишь, в каком я состоянии. Вижу. Тебе нравится синьорита Виктория? По правде говоря, не просто нравится. Кажется, все гораздо серьезнее. Думаешь, все зря? Ведь нас ничего не разделяет. Хотя я знаю, своего мне никогда не добиться. Говоря о чувствах, такая женщина... Она не для меня. Я знаю, что я победитель. Я прекрасно выгляжу. И я знаменит. Очень знаменит. Ты знаменит? Да. Ты что, не видел мою фотографию в газете на прошлой неделе? За спиной у синьора Федерико, когда он стоял рядом с президентом. Президент, синьор Федерико и я. Ну вот, сбоку. А, ну конечно. Ты не мог бы подарить мне эту газету со своим автографом? Пожалуйста. Издеваешься? Издеваешься? Нет. Ты был в комнате у Пабло? Да. Имел удовольствие поговорить с моим сыном. Я больше так не могу, Луиса. Не могу. Какой кошмар потерять жену. И Пабло меня во всем обвиняет. Называет меня убийцей. Это был несчастный случай, Дамьян. Ты же знаешь, произошла авария. Пусть пройдет немного времени. Пабло потерял мать и невесту. Он считает, что это я их убил. Он прав. Я и его убил. Приковал к инвалидному креслу. Я убийца. Теперь ты от нее не убежишь. Отпусти меня. Чего тебе от меня надо? Чего тебе надо? Ты можешь идти, а с твоей подругой мне надо поговорить. Брехливый пес не кусается. Иди, Глория. Я тебя не боюсь. Рад слышать. Знаешь ты кто? Невоспитанная девчонка. Пора бы твоим родителям заняться тобой. У меня нет родителей, я барванка. Душ вижу. Зря ты со мной связался, Карлиттос. Я тебе не парень, а девчонка. Хотел проверить, что ты девчонка. А я хотела проверить, что ты парень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова